всем привет сижу дома пью кофе с утра знаете хотела немножко рассказать о своих каких-то чувствах мне нравится вот именно делать такие видео когда что-то произошло да и вот сразу допустим пока еще все в памяти свежо сделать видео поделиться так скажем не информацией а просто какими-то вот своими такими мыслями мыслями да потому что люди тоже пишут комментарии на видео различных блогеров в том числе и мне тоже пишут и как одни пишут вы любите только лесные комментарии другие вообще ничего не пишут много-много можно всяких категорий не буду перечислять сейчас в это вдаваться но просто что хотела сказать вот почитав комментарии к своему последнему видео буду кофе немножко выпивать чтобы бодрее себя чувствовать сегодня почитав комментарии к своему первому видео о том как нам прилетела блогер из калифорнии дина я сделала видео до снимала абсолютно вообще даже не подозревая о том что это видео может опять-таки вызвать какие-то вот я не знаю негативные такие комментарии чувства у людей я конечно вообще удивляюсь поражаюсь мышлению людей как это видео до было построено мы приехали человека в аэропорт встречаемся видели что наташа вела машину наташи чуточку могу напомнить что у нее четверо детей она все сделала для того чтобы встретить человека и конечно же мы снимаем видео о чем нам еще снимать видео и вот началось да вообще зачем вы это снимали люди уставшие прилетели они же не с луны прилетели они летели тут им лететь совсем недолго пару часиков просто произошла небольшая них проблемы что задержали рейс и поэтому конечно они немножко подустали но это это нормально все мы устаем и мы также подустали и наташа также подустала и ехала встречала это все нормально познакомились мы благодаря youtube у конечно же я обязательно должна снимать было видео на эту тему а к чему тогда и тогда как бы ну все было что человек прилетел и не сделать видео или мне пишут вы могли бы потом сделать видео когда потом когда уже все прошло когда человек прилетел когда приехал гостиницу и о чем снимать мы же я не снимаю там видео вот села как я сейчас болталку и рассказываю а вот мы поехали а вот мы встретили или не встретили и так далее я снимаю то как она есть на самом деле я вообще люблю смотреть видео живые живых блогеров не люблю когда там наигранно что-то придумывают да там бесконечно вырезают какие-то слова свои делая свою речь идеальная не я смотрю таких блогеров я люблю мне тоже нравится да какая-то идеальная речь но я вот так вот как снимаю так и снимаю и в принципе это мое право что снимать как снимать что показывать и я абсолютно не понимаю когда люди начинают указывать а зачем ты это снимала а зачем ты это сказала а зачем ты это показала но может быть не вообще тогда закрыть канал и вообще ничего не снимать не показывать не рассказывать я не знаю неужели не интересно ведь всем понятно что это очень интересно когда ты снимаешь встречу людей все как она проходила и люди начинают писать мы я не знаю для чего это делается мне такое ощущение что это делается просто для того чтобы какую-то внести какой-то переполох в комментарии да обычно конечно это делают такие склочные люди которым не хватает в жизни какого-то драйва и вот они тут на youtube попали и давай вот там блогером строчить как вы снимаете не так снимаете не то говорите а потом еще в комментариях между собой начинают или перепираться или наоборот там поддерживать друг друга просто хотелось вот такими какими-то мыслями до поделиться потому что это мое видео мой блог о жизни в америке и конечно я и каждый блогер сам решать что снимать что показывать что говорить не говорить и такие слова не неуместны типа сняла вот и терпи как мне написала одна женщина там я не я никто из блогеров не собирается терпеть принимаются различные меры да люди блокируются закрываются комментарии и так далее все это легко и просто ну конечно уже когда человек начинает переходить какие-то страницы дозволенного кофе такое вкусно у меня цветы тут такие красивые расцвели как же они называются написано название просто для разнообразия показать свои цветочки эти тоже очень красивые мне нравятся бархатные цветы вот я просто тоже хочу поделиться до своими какими-то эмоциями раз и мне пишут не говорят и поэтому мне тоже хочется немножко высказаться об этом мне конечно не понятен вообще такое такое качество людей когда смотрят тебя смотрят да и постоянно ищут какие-то изъяны кто тут пришел ровка ровка мой пришел ко мне прибежал постоянно ищут какие-то изъяны не знаю ли я чего-то не понимаю я лично такой человек я посмотрела видео блогера 123 ну пускай 5 и не этот блогер мере реально не понравился мне раздражает но мне не нравится его видео все я вообще больше потом к ним не захожу не знаю если там что должно произойти что иногда что-то побуждает но когда какие-то темы да такие компрометирующие они выставляют опять заходишь вроде посмотришь это видео думаешь блин зачем я его вообще посмотрела только испортила сама себе жизнь сама себе настроение испортила этим видео и все поэтому я стараюсь вообще таким блогером которые раздражают не заходить поэтому я не понимаю таких людей если вас я раздражаю да вам не нравится что я снимаю вы все равно продолжаете заходить и еще продолжаете писать мне лично это очень странно и конечно об этом можно говорить и говорить обсуждать перепираться в комментариях там не знаю не знаю вообще абсолютно не понимаю таких людей которым заняться нечем которые постоянно лезут чужую жизнь ведь насколько это интересно youtube когда ты смотришь наблюдаешь за чужой жизнью да как бы из-за ширмы из-за издалека ты наблюдаешь за человеком но писать какие-то там не за какую-то ерунду мне просто тоже знаете меня что же периодически это все достает я вроде терплю терплю достает и так как вы высказываетесь вот я тоже я высказываюсь на камеру так что хотелось вот так вот поделиться этим да хочу сказать что конечно я и любой блогер сам решает я буду всегда решать что мне снимать кого мне показывать как мне показывать также тоже был как-то у меня случай произошел и я пришла на одну встречу и там оказался человек который когда-то меня видел еще живя не в америке в другой стране и вот этот человек подходит ко мне а я знаю я смотрела там родственники смотрели и так далее и только меня не показывайте но так получилось что человек попал уже в кадр моего видео и конечно он попал я не стала этот кадр удалять но я сказала да я не буду тебя специально снимать и когда я просто в этом же видео поделилась что встретила такого-то человека который там когда-то смотрел и родственники смотрели то потом этот человек стал не звонить и я конечно очень пожалела что дала номер телефона больше этого никогда делать не буду не буду никому давать свои номера телефонов просто были было несколько знакомств по кене и люди как бы хотели там может быть встретиться пообщаться я дала свои там номера телефонов или социальные сети так можно найти на ютюбе у меня есть ссылка одноклассники инстаграм да и конечно я об этом пожалела и когда человек позвонил и стал говорить а зачем там это сказала я же просила просто мне хочется сказать да если вы так вы кого-то встречаете там кто снимает видео может быть не стоит вообще подходите не стоит человеку говорить что вы его смотрите потому что ну конечно это же моя жизнь и мой блог youtube и я этим делюсь что вот меня там посмотрели увидели я ничего не плохого не сказала наоборот только у меня даже какой-то какая-то радость появилась что думаю надо же там люди жили до в другой стране меня смотрели сейчас они переехали в спакен и вот там меня встретили узнали и вот как бы какая-то обратная реакция абсолютно мне непонятны такие люди поэтому я думаю что не нужно тогда не подходить не говорить и тогда не будет никаких разговоров допустим с моей стороны о этом человеке это конечно очень вообще была в таком шоковом состоянии когда думаю ну надо же еще я и оказалась виноватой да просто хотела все вот это одно видео подытожить вместе и хочу сказать что я да буду решать что мне снимать что показывать и если к это будет агрессии буду просто блокировать мне тоже мне хочется жить спокойно видео свои спокойно выпускать читатель нормальные комментарии хотя я понимаю что такие комментарии они как бы возбуждают до мозг людей люди сразу думал что же там дальше нужно видео до конца досмотреть это конечно как бы плюс но есть еще и человеческий фактор до человеческие какие-то чувства и каждый блогер это знает те конечно кто не снимает вы этого не знаете и не на лилась моё видео но уже все на этой нотке я хочу закончить свое видео тоже вот высказала свое мнение насчет своего канала и того что снимать и что не снимать все всем пока всем хорошего настроения живите своей жизнью копайтесь своих проблемах и не лезьте в чужие всем пока